в этом видео пойдет речь об удлинителях или как их еще называют переносках принес я с работы домой неисправный удлинитель для его ремонта заодно расскажу вам как своими руками сделать удлинитель который будет намного качественнее и надежнее покупного и так что мы имеем удлинитель навигатор на три гнезда с заземляющими контактами сечение провода 3 на 0 75 миллиметров рассчитан на топ 10 ампер провод pvs 3 метра гарантия 2 года сделано в россии дата изготовления июль 2016 года не дожил ровно год сейчас посмотрим что у тебя внутри дружок самое главное чтобы его внутренности представляли из себя что-нибудь прилично иначе пойдет в мусор понятно что многие люди стараются приобрести что-нибудь подешевле при изготовлении удлинителя своими руками есть два неиспоримых преимущества первое это экономия ваших денежных средств на самостоятельном изготовлении трехметрового удлинителя вы заработаете от 100 до 150 рублей и это за 15 минут работы а чем длиннее провод тем больше будет эта сумма второе и самое главное преимущество это то что вы будете уверены в качестве сборки своего удлинителя хороший провод розеточный блок и вилка плюс надежные контакты такой удлинитель будет вам служить долгие годы в общем пайки тут нет зачем-то съемные разъемы установлены все болтается контакты слабые ну внутренности латунные это уже хорошо кстати при выборе удлинителя обратите внимание на контакты они должны быть упругими то есть возвращаться в исходное положение после небольшого на них воздействия и так качество этого удлинителя на тройку по пятибалльной шкале но ремонту подлежит снимаем провода с клеммами и будем проверять выключатель постараюсь отремонтировать вот начальник обрадуется выпишет мне премию от 150 до 500 рублей шутка но именно столько стоит удлинители с такими характеристиками давайте займемся поиском неисправности и так что мы имеем выключатель работает значит где-то обломался провод обычно провод обламывается рядом с вилкой или с розеточным блоком можно отрезать по 10 сантиметров с каждой стороны но я не буду заниматься поиском обрыва я заменю этот провод такое сечение проводов как в этом удлинителе 0,75 миллиметров квадрата слишком мало конечно если вы включите в этот удлинитель какие-либо электрические приборы до 3 киловатт он возможно и выдержит такую нагрузку или если вы купили его только для того чтобы заряжать свои гаджеты но кто знает где окажется этот удлинитель через некоторое время и что в этот удлинитель будет включаться никто не разбирается в таких тонкостях все считают что если розетка то можно в нее включить электрический прибор имеющий вилку а если три розетки значит и три электроприбора например пришли холода отопление еще не включили вы в три гнезда включите обогреватель 2 киловатта электрочайник полтора киловатта и утюг до двух киловатт и того пять с половиной киловатт при этом такой тонкий провод начнет греться изоляция на нем плавится а это уже чревато пожаром чтобы избежать всех этих неприятностей выбирайте удлинитель для бытовых нужд сечением проводов кабели не менее полтора миллиметра квадрат а для производственных ремонтных и строительных работ два с половиной миллиметра квадратных но не факт что купленный вами провод в реальности будет того сечения которое указано на его внешней изоляции или набирки его упаковки это связано с тем что недобросовестные производители наверное в целях экономии получения большей прибыли производят провод меньшего сечения чем заявлено и указано на самом проводе и на его упаковке особенно нежелательно покупать кабель с буквами т.у. изготовлен по техническим условиям который разрабатывается и изготавливается по решению разработчика не удивляйтесь с продуктами питания все точно также лучший вариант это покупка провода изготовленного по государственному стандарту ГОСТу провода в этом кабеле как и в других удлинителях и переносках многожильные то есть каждый провод состоит из определенного количества медных жилок такой кабель переносит намного большее количество изгибов и дольше прослужит чем тот в котором одиночные медные жилы так вот если даже сильно скрутить многожильный провод то при закреплении его болтом он снова распушится если можно так сказать значит часть жилок не прижмется таким образом сечение проводов на этом соединении уменьшится для таких целей удобнее всего использовать гильзы наконечники они продаются для каждого сечения пользоваться ими легко и просто как это сделать я вам сейчас покажу на примере вилки фирмы макел снимаем внешнюю изоляцию кабеля делая сначала неглубокий надрез чтобы не повредить изоляцию проводов на последнем сантиметре вы можете сильнее надавить и больше прорезать изоляцию так как вам все равно зачищать провод находящийся внутри как раз примерно на один сантиметр снимаем верхнюю оболочку кабеля и зачищаем каждый провод примерно на один сантиметр на длину металлической части гильзы вставляем в гильзу провод и зажимаем плоскогубцами теперь при зажиме провода волтом он не распушится гильза не позволит ему это сделать если юбочка гильзы мешает ее можно срезать ножом но оголенная часть провода от изоляции не должна выглядывать из соединительного гнезда примерьте его и откусите лишнее затем закрутите болт кстати в розеточном блоке фирмы макел такое же болтовое подключение проводов как и на вилке если у вас дома есть паяльник припой и не фоль вы можете обойтись без гильз и без обжима скрутив провод и заполнив его зачищенную часть припоем что касается цвета изоляции проводов конечно же они не для красоты но тут все просто синий или голубой цвет это всегда 0 желто-зеленый это всегда земля остальные цвета эта фаза расположение проводов при подключении в удлинители не имеет значения кроме желто-зеленого провода который обязательно должен быть подключен к заземляющим контактам это правило относится как к розеточному блоку так и к вилке удлинителя кстати во время подготовки этого видео в одном из продуктовых магазинов обнаружил продажу вот таких нереальных удлинителей мне сначала показалось что эта игрушка для детей стоит всего 100 рублей и это с уценкой смотрите что написано на упаковке сечение кабеля 075 миллиметров квадратных рассчитан на подключение электроприборов максимум 1300 ватт или на ток 6 ампер контактов заземления нет на обратной стороне упаковки заветные буквы т-у ладно допустим нас предупредили мы его купили и прежде чем в него что нибудь воткнуть мы должны будем постоянно рассматривать электроприборы чтобы произвести подсчеты ватт киловатт или ампер ах да наклейте скотч на этикетку на обратной стороне такого розеточного блока чтобы сохранились эти данные продолжим ремонт так как у меня нет болтиков такого размера чтобы надежно закрепить провода на выключатели я подключу новый кабель сечением 3 на полтора миллиметра квадратных напрямую к розетке выключатель не самая важная деталь в удлинителе для того чтобы подсоединить провод к шинам розетки необходимо сделать колечки чем и сейчас с вами и займемся первую очередь нам нужно снять изоляцию из кабеля для этого нам нужно отмерить примерное расстояние от места крепления кабеля в колодке до контактов с небольшим запасом примерно два сантиметра затем снять изоляцию самого провода тоже два сантиметра теперь нам необходимо сделать колечко используя какие-нибудь предметы либо сам болтик пропитываем разогретым паяльником колечко канифолью а след за этим набрав на жало паяльника припой наносим его на обработанный провод при этом провод становится жестким и колечко не выдавится из-под болта когда мы его будем затягивать таким же образом поступаем с другими проводами теперь нам необходимо закрепить эти провода на шинах розетки если колечко оказалось мало можно раздвинуть его например отверткой усилия при затягивании провода должно быть разумным чтобы не сорвать резьбу ну вот ремонт окончен собираем розеточный блок удлинителя останется только проверить его на работоспособность напоследок мои рекомендации для удлинителя выбирайте кабель гост марки пвс белого цвета или кг черного цвета три на два с половиной миллиметра квадратных розеточный блок и вилку рассчитанные на ток 16 ампер в этом плане могу смело порекомендовать фирму макел это средний ценовой диапазон и хорошее качество а для самостоятельного изготовления удлинителя из инструментов вам понадобится только нож и отвертка используйте наконечники гильзы или применяйте лужение проводов при соединении проводов к розеточному блоку и к вилке удлинителя тема моего следующего видео о том как сделать своими руками светодиодный прожектор для фото и видеосъемки тем более что компания лайтверк предоставила мне ссылку для приобретения любого светодиодного оборудования фирмы орлайт со скидкой от 5 до 10 процентов которые я делюсь с вами подробности в описании под этим видео жду ваших мнений отзывов и комментариев задавайте интересующие вас вопросы оставляйте заявки на видео по электрике это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео если вам нравится такой формат учебных видео подписывайтесь на канал